А с радиаторами такая же получается ерунда в магазине, как я уже сказал, то есть я у продавца спрашиваю, мне нужно сколько количества радиаторов, количество секций на 100 квадратных метров жилого дома. Мне сказали, одна секция на 2 квадратных метра, то есть считайте, это 50 секций. Но есть такой параметр у радиатора, причем выбор большой, биметаллический, чугунный и алюминиевый радиатор. Один и тот же ответ поступил мне на мой вопрос. Но в паспортных данных на каждый тип радиаторов есть тоже самая своя тепловая мощность. Но я здесь взял за основу алюминиевый радиатор, потому что очень часто их используют. И самая максимальная мощность у них, по-моему, 185 ватт с одной секции. Я взял 180 ватт. Биметаллические уже, естественно, поменьше, порядка 150 ватт. И алюминиевые, чугунные, извините, пожалуйста, есть еще меньше. Единственное, что есть китайского производства с большим орибрением, они где-то тоже до 150 ватт. Но какой нюанс? Кроме того, что указывается у нас мощность одной секции, есть еще такой параметр, как ДТ. Это разница температуры входящей и выходящей из радиатора. То есть при условии ДТ 90 на 70, то есть 90 градусов входящая температура и 70 градусов выходящая, у нас только при таких условиях выдается тепловая мощность 180 ватт с одной секции. Но сами понимаете, что при таких условиях вы практически никогда не будете эксплуатировать котел. То есть если котел настенный, у него уже автоматически в прошивке забита максимальная температура 85 градусов. И сами понимаете, пройдя путь от котла до радиатора, в зависимости от того, какая протяженность, никогда вот такой температуры в радиаторе не будет. Естественно, при условии 70 на 55, то есть 70 входящие и 55 выходящие, тепловая мощность уже одной секции намного уменьшается, как видите, 120 ватт. Поэтому, если вы возьмете вот эти вот параметры, вы сильно ошибетесь. И в результате получается какая картина. Вы смонтировали оборудование. Я просто рассказываю из собственного опыта, потому что не знаючи этого, я на свое время сделал в доме систему отопления и сделал по рекомендации вот этих продавцов. В итоге получается, в самые сильные морозы, да еще если с ветром, выдувает из дома буквально все. И естественно, этих, этого количества радиаторов уже не хватает. У меня были в это время дети маленькие, и мне приходилось на некоторых детей одевать даже шубы. в те моменты, когда происходила вот такая вот температура, была такая погода. Поэтому не экономьте на своем здоровье и не экономьте на радиаторах. Ведите учет хотя бы вот из этих соображений. И тогда у вас получится. Я для себя, просто для правила взял такую штуку, что на один квадратный метр, естественно, делаю расчеты, и у меня уже получается, вот если взять предыдущий план, что там зал 20 квадратных метров получается 3200 ватт, но с учетом того, что там дом утепленный, у нас и получается, что 10 секций вроде бы как достаточно на 20 квадратных метров. Это как раз одна секция на 2 квадратных метра. Но не забывайте, что да, там дом очень хорошо утепленный. Если вы подставите свои параметры, свою толщину стен, из которого сделан дом, естественно, у вас получатся другие цифры. Но в любом случае, что я еще рекомендую? То есть я вот к этим параметрам всегда еще приплюсовываю запас 10-15%. Для каких целей я это делаю? По крайней мере, опять же, все зависит от расположения вашего помещения. У нас в Волгоградской области очень резко континентальный климат, поэтому зимой может быть и плюс 5, а иногда и минус 35. А как мы видели в программе для расчетов, наш регион показывает самую низкую температуру минус 26 градусов. Поэтому вот эти вот моменты учтите. Может быть, они и редко бывают за всю зиму, может, 1-2 дня, но чтобы вам не ходить в валенках и в шубе в те моменты, когда будет минус 35 градусов, лучше сделайте запас. Та же самая песня и получается с котлом. Если у вас по расчетам получается, грубо говоря, там пускай 7 киловатт, то берите из расчета 9 киловатт на ваш дом. То есть запас 15-20% по котлу и запас по радиаторам 10-15%. И вы тогда уже однозначно не ошибетесь и сделаете свою систему отопления очень правильно. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать о тех обманах. Может быть, они специальные, может быть, не специальные. Ну, вот такая вот фишка в магазинах бывает. И я часто с этим сталкиваюсь. Причем ко мне приходят многие заказчики и спрашивают, а почему я купил котел в 10 киловатт, как мне сказали, а у меня зимой холодно. Поэтому вот такая вам информация предоставляется. Всего хорошего. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!